В Югре стартовала благотворительная акция «Подари тепло защитникам». Жителям региона предлагают связать шерстяные изделия, носки, варежки и другие вещи, которые смогут поддержать участников специальной военной операции. С такой инициативой выступили серебряные волонтеры и постояльцы домов-интернатов из Югры. Сотрудники учреждений соцзащиты помогут активистам подобрать материалы и инструменты для вязания. Готовые вещи можно будет принести в пункты приема гуманитарной помощи. Все изделия направят в зону специальной военной операции. Прибывшим с Донбасса семьям окажут комплексную помощь. Речь идет о гуманитарной поддержке и психологическом сопровождении переселенцев. Все это стало возможным благодаря победе Нижневартовского фонда «Добро без границ» в специальном конкурсе фонда президентских грантов. Программу помощи разработали, основываясь на потребности переселенцев. В штате фонда четыре квалифицированных психолога, которые на протяжении года будут вести групповые и индивидуальные занятия с детьми и взрослыми. Они помогут справиться с тревожностью, адаптироваться и побороть страхи. Второе направление проекта – помощь гуманитарная. Раз в три месяца на средства гранта будут закупать сезонные вещи и предметы личной гигиены для переселенцев. Проект стартовал 1 октября и рассчитан на один год. Всего в специальном конкурсе приняли участие 34 проекта. Нижневартовский благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» стал одним из шести победивших НКО. У нас уже один выезд был. То есть мы предполагаем примерно ориентировочно раз в неделю их делать. В плане гуманитарной помощи и поддержки, то мы ждем, как только у нас средства поступят на счет, мы сразу же будем оплачивать и эту часть гранта тоже в жизнь. Герои сказок Павла Бажова появятся в Нижневартовске к новогодним праздникам. Муниципальные игровые площадки для детей останутся доступными и зимой, а с гололедом будут бороться по традиции с солью и песком. Об этом во время прямого эфира рассказал глава города Дмитрий Кощенко. Онлайн-встречу городоначальника с жителями организовал Югорский центр управления регионом. Темой беседы стала готовность к зиме. Обсуждение транслировали в социальной сети ОВКонтакте на официальной странице городской администрации. Зрители задавали вопросы в комментариях и получали ответы. Самое актуальное из них – отопление и утепление домов, уборка снега и зимнее расписание общественного транспорта. Спрашивают, как зимой будут добираться школьники из ипотечки в городские школы. Будут это рейсовые автобусы, какой-то бесплатный проезд. Что для этого делает администрация? На сегодняшний день мы рассматриваем, как я уже говорил, увеличение именно количества маршрутов и самих автобусов, что даст возможность школьникам все-таки бесперебойно добираться до школы и, соответственно, обратно до мест своего проживания. Югорский боксер Кирилл Локотков вышел в полуфинал чемпионата страны. Накануне в Чите завершился шестой соревновательный день. Успеха наш спортсмен добился в весовой категории до 54 килограммов. В четвертьфинале ему противостоял боксер из Чеченской республики. В итоге победу единогласным решением судей одержал Кирилл Локотков. Дошел до полуфинала и Рашид Янгазиев. Югорчанин выступает в весовой категории до 63,5 килограммов. Отмечу, что полуфиналисты уже обеспечили себе место на пьедестале почета. Призовой фонд чемпионата страны солидный и составляет 26 миллионов рублей. Победители турнира получат по полтора миллиона. Серебряные и бронзовые призеры по 250 и 125 тысяч рублей соответственно. Полуфинальные встречи пройдут завтра. Поздравляем Кирилла Локоткова.